День открытых дверей в Рязанском радиотехническом университете начался с посещения экспозиции выпускающих кафедр. Здесь абитуриенты и их родители узнали, чему обучаются студенты, увидели, каким оборудованием оснащены кафедры. Сегодня Рязанский радиотехнический университет готовит квалифицированные кадры в области радиотехники, информатики, электроники, автоматики, информационной безопасности, экономики и управления. Радио-университет является лидером в научно-исследовательской и инновационной деятельности не только в регионе, но и в Российской Федерации, занимая четвертое место среди российских вузов по количеству зарегистрированных патентов на изобретения и полезные модели. Практически все трудоустраиваются по специальности, которые получили. Процент трудоустройства выпускников нашего вуза существенно выше, чем средний по России для тех же самых специальностей. У нас устраиваются практически все и имеют широкий выбор для того, чтобы найти для себя работу по душе и которая оплачивается соответствующим образом. На официальной части после приветственного слова исполняющего обязанности ректора Михаила Черкина абитуриентам рассказали о правилах приема в вуз, о том, как правильно выбрать наиболее рациональную тактику при поступлении и увеличить свои шансы. Основное изменение это организация целевого приема. В плане был целевой прием, теперь это называется целевое обучение, чуть-чуть другой комплект документов. И в принципе по сравнению с прошлыми годами было зачисление по приоритету. То есть первый приоритет не прошли, значит рассматривается на второй. Это уже несколько лет действует, но не все еще смогли привыкнуть, что необходимо давать четкое согласие на какое направление подготовки и специальности хотят зачислиться. Рязанский радиотехнический университет продолжает набор в военный учебный центр по трем направлениям. Первая подготовка кадровых офицеров на бюджетных местах, которые финансируют Министерство обороны по специальности радиоэлектронные системы и комплексы. Студент становится курсантом сразу, с первого курса. По окончании выпускник получает офицерское звание лейтенант и зачисляется в запас. А также есть еще направление подготовки солдат из запаса. Это для инженерно-экономического факультета и некоторых технических специальностей. Здесь отбор проходит на втором курсе и обучение начинается с третьего курса. Также один раз в неделю и по окончании обучения студент получает звание рядовой и зачисляется в запас. Многие студенты уже определились с факультетами и готовятся к поступлению в ВУЗ. Хочу на радиосвязь. Хотел бы построить военную карьеру, быть связистом, получается, радистом. Я планирую поступать по специальности в программной инженерии. Собираюсь стать программистом. Я с детства увлекался программированием, и поэтому выбор для меня был очевиден. Я решила поступать именно в этот ВУЗ из-за того, что здесь проходит обучение именно на ту специальность, с которой бы я хотела связать свою жизнь. Химическая технология. Я хотела бы работать на заводах, иметь дело с нефтью или газом. Сидеть в лабораториях, мне нравится химия. Желаем абитуриентам успешного поступления в Рязанский радиотехнический университет. Ведь для них это первый и главный шаг к престижной профессии. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».